Кресло-гнездо совы, световой стол для рисования песком, сухой бассейн. Эти учебные классы в школе номер 27 больше напоминают комнаты для отдыха и развлечений. На деле же, каждая вещь, которая находится в помещении, наделена большим смыслом. Ребенок приходит в кабинет и показывает, каким настроением он к нам пришел, выбирает перчатки. У нас ребенок пришел веселый, довольный, кладет перчаточку, и мы с ним сразу же приступаем к занятиям. Мы помогаем деткам адаптироваться в социуме, привычаем их к жизни в целом, к урокам, что для них очень важно, потому что для них это весьма сложный процесс, особенно огромное количество людей, шум посторонний, которого они побаиваются. Значение ресурсного класса для детей с расстройством аутического спектра трудно переоценить. Для них это шанс жить полноценной жизнью, ходить в школу и общаться со сверстниками. Открытие комнаты для занятий отметили в торжественной обстановке актового зала, в присутствии почетных гостей. Это первый шаг по пути вовлечения детей с такими заболеваниями в нашу общественную жизнь, в жизнь всех детей, которые проживают рядом, которые ходят в школу. Быть вместе с ними, быть вовлеченными в общие наши дела. Мысль о том, что в школе номер 27 нужно сделать ресурсную комнату, появилась еще год назад. Воплотить замысел удалось только сейчас. Затраченное время и усилия стоили того. И очень благодарна администрации городского округа Химки и Дмитрию Владимировичу Волошину, и, безусловно, управлению образованием. Здесь же очень важен человеческий фактор. Нужно не просто, понимаете, создать помещение, но оборудовать его, сделать его красивым, интересным и удобным для детей. Здесь в первую очередь важно найти соратника твоего по этой идее в школе, директора. Если директор захочет это сделать, тогда это случится. Для учеников среднеобразовательной школы проведут уроки доброты, где ребятам расскажут об особенностях общения со сверстниками из ресурсного класса. Педагоги считают, что такой формат обучения пойдет на пользу и тем, и другим.